В Нью-Йорк Но вот, правда, наш СОПКОР Михаил Солодовников убедился, что тюремщики вообще не собираются паковать вещи. Километры колючей проволоки, размотанной по периметру залива Гуантанамо, окружают особенную территорию, где предпочитают изъясняться на своеобразном языке. Вместо слов «узник» или «военнопленный» хозяева тюрьмы настойчиво употребляют слово «задержанный». С их уст не следит случайно термин «допрос» или «пытка», а не настойчиво говорят «интервью». От упрека, что за обтекаемыми определениями не скрыть нарушение международного права, республиканцы отмахиваются с 2002 года. Назвать вещи своими именами решается только демократ Барак Обама. На второй день президентства он подписывает указ о закрытии тюрьмы Гуантанамо, но спустя полгода, отвечая на вопрос «что сделано для закрытия тюрьмы», американский офицер, выдержав паузу, отвечает «ничего». Мы в курсе распоряжения президента. Персонал осведомлен, задержанные информированы. Мы знаем и понимаем, приказ это приказ. Но другие будут решать, что дальше. Наша задача – содержать в безопасности лагерь, гуманно относиться к его обитателям. И мы будем это делать ровно столько, сколько потребуется. Лагерь номер 6 на Гуантанамо только достроили, потратив десятки миллионов. Это объект с самым строгим режимом, о чем свидетельствует многочисленная охрана, скрывающая лица. Стражу оберегают от заключенных. Например, охранники, боясь быть услышанными, при общении пользуются псевдонимами, называя друг друга Форд, Крайслер или Астон Мартин. Когда стражник в прямой видимости узника, на его лице специальная маска. Защитная маска позволяет страже защищать лицо, потому что имели место случаи, когда заключенные плевали в военных. Тесные клетки на палящем солнце, заключенные на коленях, оранжевая униформа, кандалы на руках и ногах, визитная карточка Гуантанамо. Показывая новые камеры с удобствами, где в глаза бросается томик Анны Карениной на двух языках, английском и арабском, военные пытаются разрушить мрачные клише, настаивая, что на Гуантанамо за 7 лет все изменилось. Число заключенных уменьшилось почти в 3 раза, к задержанным пускают адвокатов. Новое самоубийство в лагере на минувшей неделе, отказ публиковать фотографии пыток. Едва ли выгодный фон для таких заявлений. США должны не только быть против пыток риторически. Надо совершить такие шаги, закрыть Гуантанамо и закрыть быстро. Мы должны заставить ответить перед законом всех тех, кто разрешил пытки заключенных. Конгрессмен пытался запустить процедуру импичмента в отношении Дика Ченни в прошлом году. Бывший вице-президент не спешит на пенсию, рассказывая о пользе пыток заключенных, споря с президентом Обамой, предупреждая, если закрыть тюрьму, последствия будут печальными. Указ о закрытии подписан. Хозяева Гуантанамо утверждают, на работе лагеря это не сказалось. Против указа выступает Конгресс, который отказывается выделять деньги на закрытие тюрьмы. Но мотив сенаторов и конгрессменов отнюдь не жадность в год рекордного дефицита бюджета, спровоцированного во многом расточительностью Пентагона. Законодателей страшит появление узников Гуантанамо на американские территории. И совсем не потому, что бывшие боевики Аль-Каида и Талибана представляют какую-то опасность за высокими заборами, а потому, что окажись они на американской территории, держать их без суда и следствия, и не предоставить адвокатов власти больше не смогут. Михаил Сладовников и Андрей Салимани-Лежнев. Вести Гуантанамо Куба.